Не забыть, что год это. То-то. Итак, 27-й псалом. Слушай, я, по-моему, объявлял 22-й. Слыха, вообще-то да, у нас 27-й, окей, я понял. А у нас 27-й. Наверное, ты испугал народ. Да, 22-й он длинный и тяжелый. Зато 27-й общеизвестный, но мало кто замечает, насколько он перегружен. 27-й псалом – это тот, который читают с начала месяца Элун, до Уашкиназима, по крайней мере, до Хошиенараба. То есть до конца Суккоп практически. При этом сразу скажу, что вообще первоначально его читали в Роша-Шана и в Йом-Кипур, а потом его расширили, ну и причем есть Медраж вообще, который говорит, что его надо читать с начала Роша-Шана. На самом деле это удивительно перегруженный псалом. Он перегружен намеками и всевозможными проходами, совершенно неожиданными. Просто он во все стороны как бы идет одновременно, в одном лице. И в этом смысле это один из самых известных, но мало понимаемых иногда псалом. Значит, давайте попробуем кое-что показать в нем. Просто мне хочется, чтобы вот эти дополнительные нагрузки стали понятнее, которые в нем есть. Начинается он с Ладавида. Давида. Адонай ории ваиши мими ира. Адонай маос хаяй мими ивхад. Значит, Хошем – мой свет и мое спасение. Кого мне бояться? Хошем – крепость жизни моей. Кого страшиться, кого опасаться? Но тонкость между ира и пахот в стиле мальбима. Пахот – это конкретный страх, а ира – это общий страх. Вот где-то вот так вот. Значит. Когда приближаются, против меня выступают, против меня злодеи, чтобы пожрать плоть мою, враги и опять враги, они вообще споткнутся и упадут, если дословно переводить. Если против меня расположится лагерь, военный, естественно, лагерь, то я не убоюсь, не убоится сердце мое. Если встанет против меня война, на это я полагаюсь. Вопрос, на что на это, непонятно. Либо на то, что выше сказано, либо на то, что ниже сказано. Но в этом псалме, кстати, вот эти недоговоренности, они, естественно, сейчас еще будет более крепко. Я на это надеюсь, или на… Я хам не уверенность из-за этого. Из-за чего? Из-за того, что сказано выше, или из-за того, что будет сказано дальше? Если из-за того, что сказано выше, что я уверен, потому что Хашем, твердина, твердыня жизни моей, он мой свет, мое спасение, и я в нем уверен. Второй вариант, то, что сказано в следующем стихе. Одно прошу от Хашема, и это ищу сидеть в доме Хашема все дни моей жизни, видеть, созерцать, на самом деле. Благо Хашема, любоваться обителью его. Давайте я пока не буду вот на деталях говорить. Что он скроет меня под покровом своим в день бедствия, «Скроет меня под шатром своим», под покровом шатра своего, вознесет на вершину тверд. Теперь вознесу я голову, но вознесусь над врагами моими, которые вокруг меня, принесу в шатре твоем жертвы под трубные звуки, буду петь и восхвалять, и воспевать Хашему. Услышь Хашем, голос, которым я взываю, пожалей и ответь мне, «А тебе говорит мое сердце, ищите лица моего, и я ищу Хашем лик твой». «Не скрывай своего лика от меня, не отвергай в гневе раба твоего, ты всегда был мне поддержкой, не оставь меня, не бросай меня, Бог спасения моего. Кеави ва амми азавуни, ва адына я аз фэйн. Ибо меня оставили отец и мать, а Хашем меня подобрал, горейно адына я даркэха, он мхэни ва орахмый шорлхан, шорэрай. «Укажи мне, Хашем, пункт твой, поведи меня прямой дорогой, вопреки всем врагам». Кстати, вот по поводу игр слов, «Отец и мать оставили меня, Хашем подобрал, вот это хорейни, научи меня». Шутка, слово «хорэ», я думаю, тоже все видят, да? «Будь моим родителем при этом». Понятно, что двухэтажное слово, а оно только в иврите, оно в переводе его не видно. Вот это хорэ, которое здесь появляется, понятно, что основное значение «укажи, научи». Но при этом еще и родитель здесь, потому что отец и мать оставили. «Альтитнэйне бэнефэш царай», не выдавая меня на душою, на призво врагам мэй, кикаму би адэй шэкер, бэйфах хамас, когда встают на меня свидетели злобные, лжесвидетели, дышащие злобы, «Если бы я не верил, что увижу в благе Хашема в земле, что было бы, если бы я не был уверен, что я увижу в благе Хашема в земле живой?» И последний стих «Надейся на Господа, будь мужественным, будь трепким сердцем твоем, надейся на Хашем». Вот когда я сказал «Безотон и Бутех» в начале, что не сказано точно, на что надеюсь, то вот здесь вот, вот это лула, оно выделено точками. И в письменном тексте, в свитке, если это писать, то это должно выделять точками. Фраза не кончена. Как бы, что было бы, если бы я не верил в то, что увижу? Вот представь сам, что было бы. Тут не сказано, что было бы. Как бы сам представь, читатель, к миру своих фантазий, может представить это. Вот теперь, вот чтобы было бы понятно. вообще довольно очевидно, что есть седьмой стих. И это центральный стих всего псалма. «Услышь, Хашем, голос мой, которым я взываю тебе, пожалей и ответь мне». Как бы этот стих разбивает весь псалом на две части. Первая и вторая. Эти части очень друг на друга не похожи. И вот почему. В первой части Хашему автор ни разу не обращается. Хашем о Хашеме говорится в третьем лице. Причем говорится, как бы, ну, смотрите, что здесь происходит. Есть враги, да, есть лагерь военный, небольшой, кстати, потому что, ну, это Мальден, есть военный лагерь, есть война, нет просьбы, Хашем, есть просьба, чтобы он скрыл меня и дал убежище, ну, военное в крепость. Никаких просьб. Ахашеме, говорится, в третьем лице, то есть он, тогда как во второй части, вот от седьмого стиха и дальше, вот от этого стиха и дальше. Леха Амар Либи, тебе говорит сердце мое, Альта Стер Панеха, не скрывай лицо своему, ты был мне помощью, ты, 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 то есть это молитва. То есть как бы такое четкое распадение на две части. То, что современные авторы, которые довольно вольно обращаются с волнами, регулярно умудряются предложить поделить пополам, а давайте считать что-то в апсалме, то по мне так это просто свидетельство отсутствия некоторого литературного вкуса. И вот почему. Давайте я чуть-чуть поменьше это сделаю, чтобы целиком уложилось. Вот этот же псалом целиком, причем одинаково покрашено то, что ложится друг в друга. Вот смотрите, первый стих, вот центральный стих я сказал вот этот, седьмой. Вот теперь от него во все стороны мы идем и обнаруживаем, что он читается, вот этот псалом читается как бы две стороны одновременно. Сейчас покажу, ха-шем, свет и спасение и твердыня, полагайся на сердце и крепи, полагайся на ха-шема и крепи сердце свое. Теперь второй и третий стих. Когда приближаются злодеи, враги, если, ну и дальше тоже описание врагов, только теперь уже лагерем, и с другой стороны они полноценную войну на меня устроили. двенадцатый и тринадцатый стих, наоборот, последняя пара стихов. Враги, враги, не выдавай меня врагам, когда встанут на меня лжесвидетели. То есть как бы опять последние два стиха по темам совпадают с первыми двумя стихами. далее четвертый, пятый, шестой стихи. Я прошу, прошу в дом Хашема, ну и так далее. Теперь покажи дорогу, не скрывай от меня, вот оно, не скрывай от меня лица своего, не оставляй меня. В пятом стихе он скроет меня в шатре своем. То есть как бы он идет кругами. Причем эти круги, они куда более интересны, потому что ведь что происходит, вот когда мы читаем этот псалом? У нас первая половина, она в некотором смысле национальная. война, крепость, военный лагерь, беда, о которой идет речь. Вторая часть, она личная, наоборот. Послушай меня, вот теперь начинается молитва. пошла. Если первая говорит о уверенности такой, национального плана, то второй говорит о личной, уже переходят на личные какие-то вещи. Причем вот чтобы было совсем хорошо. Вот попробуйте читать в непривычном порядке, начать от седьмого стиха прочесть до конца, а потом от первого стиха до шестого. У нас получится очень интересно, и у нас получится совершенно логичное построение. Хашем услышь голос молитвы моей, когда я призываю себя, сердце подсказывает ищи ли, что Всевышний сказал ищите лица моего, и я лицо твое Хашем ищу, не скрывает меня лика, не бросай меня, ты всегда был моим помощничником, ибо меня оставили отец и мать, а Хашем приютил меня, покажи твою дорогу, не выдавай врагом, если бы, надейся на Хашема, крепи сердце мое и в начало, Хашем свет и спасение, Хашем твердая крепость моя, он защитит меня от врагов, то есть как бы получится следующее, что если мы начинаем читать середины в конец, то это будет личная просьба, что я хочу, если и перейдя потом к первой части, мы получим результат, что я прошу надейся на Шема, теперь я уже надеюсь на Всевышнего, поэтому он мое свет, мое спасение, он моя твердыня, в конце сказано надейся на него, то есть как бы если читать от середины до конца, а потом от начала в эту сторону к середине, то получится совершенно логичный порядок. тем не менее, как бы в целом он о двух разных состояниях, один, вот первое состояние, это состояние уверенности Всевышнего, вот это первое состояние, которое описано по порядку, теперь мы читаем в нормальном порядке, не в порядке от середины к концу, а потом от начала к середине, которое совершенно естественное, если бы речь шла о том, что я просил уверенности в сердце своем, теперь я ее достиг и первая часть пошла, но здесь идет другая ситуация, в псалме, а в другом порядке в начале полная уверенность, о мой свет, я ничего не боюсь, все замечательно, если случится война, я не боюсь, я прошу только сидеть в Доме Всевышнего, лавакэр бэгэхалок, для современного иврита это вообще у нас получается некоторое противоречие в стихе, потому что если я прошу сидеть в доме хашэна, то лавакэр для современного иврита это посещать, посещать его храм, гэхаль, обитель, да, то есть тогда уточни точно, ты хочешь там жить или ты хочешь туда ходить в гости, но это для современного читателя, раши, раши, слово лавакэр, вот это вот слово, которое выделено, а выделено оно по другой причине, вообще, о которой я буду говорить чуть-чуть ниже, причина совершенно другая, лавакэр, он понимает каждое утро приходить в обитель, то есть жить, каждое утро приходить, он от слова бокер образует это слово, но лавакэр в библейском иврите это скорее наблюдать, любого, как и переведено, переведено по библейскому ивриту по основному значению библейского иврита. Теперь, я уверен, что он, вот теперь есть любопытный момент, вот это ки, переведено, чтобы бедство и укрыл меня, вот это вопрос, шалати, вот давайте внимательно читаем, я одно прошу, шалати, это как могилат эстер, в амибе шалати, то, что я хочу, я хочу от Гошема и это ищу, сидеть в доме Гошема. Замечательно, но это означает, что это цель, причем не средство, вот что здесь важно, что если это моя просьба, то это цель, а не средство. ищу я именно этого, жить там, не для какой-то дополнительной цели, у меня нет других целей, я хочу там жить, тогда вот это фильм это не чтобы, а и он там укроет меня в день беды, это следствие, это не, дело в том, что при переводе ки-чтобы у нас получается, что я хочу там жить, чтобы он меня там скрыл, если мы понимаем вот это ки-чтобы не как чтобы, а как следствие, что если я там буду жить, а это есть моя цель, то он меня там укроет, но это само по себе произойдет, у меня нету цели, чтобы меня там укроет, у меня есть цель там быть. Вот но здесь во всем этом псалме есть вещь, которая как бы ускользает при первом чтении, и она как-то как бы это сказать, какое слово употребить лучше всего, она не ускользняет, она очень важная. Это мысль, которая основным течением, которое в нем есть. Вот при поверхностном чтении это просьба о защите, то есть уверенность в защите в первой части и просьба о защите во второй части. на самом деле на самом деле здесь есть какое-то подводное течение, которое мы не сразу видим. И это подводное течение это не седьмой стих. Мы сказали, что он как бы центральный. Услышь меня и пожалей меня, а вот это. Шифти бывает и шем. И здесь начинается некоторая вещь, которая может быть важнее даже самой простой пшатной мысли. Она очень важная уверенность в Всевышнем и молитва о помощи. Причем в одной части человек абсолютно уверен, в другой части человек не уверен в ней, а молится о ней, о помощи и в конце уговаривает себя надеясь. Вот это противоречие между двумя частями как бы отражает два состояния. Но но что есть центральное общее? Вот восьмой стих «Тебе говорит сердце мое ищите лица моего и лица твоего ищу, не скрывая лицо мое и далее ты меня подобрал». Это близость очень. И в первой части я хочу все время одно и то же. Пребывание в доме ха-шема, как понимать вот бейт ха-шем это только кажется так просто. В псалмах дом ха-шема это может быть вся земля. И имеется в виду вся земля под покровительством. И вот здесь мы вспоминаем некоторую вещь значит начинаем просто вот мрачное раздумие и некоторые счетные операции. И первое, что мы обращаем внимание на то, что имя ха-шем если мы посчитаем сколько раз татарограмматом появляется в этом сауме, то мы обнаруживаем вот это вот называется как рыться чтобы что-то найти. Это не я придумал, это по-моему Раби Машем из Рашкова, по-моему это он замечает. В салме 13 раз повторяется имя Ха-шем. Вот когда евреи слышат про 13 раз имя Ха-шем он вспоминает некоторую фундаментальную вещь, что 13 недояда, 13 атрибутов милосердия. Ха-шем Га-шем Эль-Рахум Баханун Главная молитва, главный текст, который читается в Йен-Кипу. А да, когда мы вспоминаем про 13 метод милосердия, то остается только вспомнить, где они встречаются. И мы вспоминаем естественно молитву Моше после того, как он пребывал на горе Синай и молился о прощении народа после греха Золотого Тельца. Именно там это и произошло. И вот там Моше просит показать всю славу твою, да, на что следует ответ по поводу Ло Йере Оти Адам В.Хай Я проведу дальше не увидит моего лица человека останется в живых. Я проведу все благо перед лицом твоему и увидишь Ахурай Вапанай Ло Йерау и увидишь меня сзади Аликва и не увидишь. А еще и вот тогда и где это происходит вот и вот мы обнаружим вдруг слово Буцур. происходит это на скале. Есть ремя без этого гало Моше прячется в пехере на скале откуда видит Ликс Моше связок договорились пусть мало но вот теперь что нам не хватает нам не хватает просто стиха где открытым голосом открытым текстом когда в 32 главе книги Шмот Моше приближается к лагерю и там произносится буквально стих я его записал не забыл это сделать и приблизился к Моше к лагерю и сказал коль Мохама голос войны там дальше и коль рот и вот они вот этот лагерь который вот лагерь вот война вот вам все вот эти события то есть как бы псалом несколькими ниточками аккуратно привязывает нас к той истории причем он ее не буквально цитирует он поставил несколько намеков и успокоился вот теперь лахазо беном хашэм увидеть все великолепие Всевышнего да благо созерцать благо Всевышнего это та самая просьба Моше покажи мне славу твою вот это желаем вот он и вот здесь мы вдруг и тогда коли мы об этом говорим мы понимаем почему вот этот намек через 13 имен Всевышнего 13 раз повторенного имени Гошэм это намек на 13 атрибутов Моше и на то что вот здесь начинается самое славное что только возможно Псалом как бы говорит что желание каждого человека увидеть ноа ваш то есть Грэйне Квудэха покажи мне всю славу твою это желание не одного Моше и это цель которую должен поставить перед собой каждый человек одно прошу просьба Моше и ее ищу вот разница между прошу а авакэш это многопратная просьба поиски к цели желания пребывать рядом с Гошемом и любоваться вот он и любоваться благом Гошема то есть как бы что в этом Псалме является вот неожиданным что теперь когда мы его читаем то мы понимаем во второй части вот она параллельно там в первой части я одно желание ее ищу во второй просьба и сообщение я лика твоего ищу причем в первой части я нашел эту твердыню вот эту надежду поэтому ничего не боюсь во второй части я надеюсь это найти это человек в поисках этого дела в поисках близости к всевышным не скрывай лица от мимо лица своего от меня вот если мы понимаем это не в обычном смысле тастер паниха это когда господин или царь отворачивается от слуги это скрыть лица против этого я я пан 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 эл осветить ахашем свое лицо как буквальное чтение этого образа повернется себе своим сияющим ликом благожелательным лицом скрыть это отвернуться но но в этом псалме это куда более серьезно я ищу твоего лика то есть близости как той же который достиг мыше или ну соответствую с моим уровнем естественно надо оговориться об этом по этому поводу этот псалом как это может быть то чего не замечается обычно при его даже многократном чтении что замечается безусловно начало хаше мой свет и и мое спасение и моя победа может быть еще даже более сильная и уверенность всевышним но вот это стремление всевышнему как идеалу жизни как главной цели жизни вот это обычно как-то исчезает при его привычном чтении все-таки два раза в день читают 40 дней 80 да где-то получается 40 50 дней то есть где-то раз 100 в году его читают и тем не менее здесь скрывается та вещь которую я редко упоминаю но она более духовна чем материальная все-таки обычно просьбы в молитве они довольно легко переводятся на материальный уровень как говорится человек должен лаять как собака выпрашивая себя жизни детей и хлеба обычно это простая молитва и тот кто о них не просит махасуре эмна тот кому не хватает веры значит лаять как собака это шутка хорошая на иврите арамейском такой там дай это хав 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 лану боним дихрин дай нам сыновей хав 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 вот это лает как собака тот кто не лает как собака выпрашивая себе жизнь хлеба и детей он ему не хватает веры то есть вера это еще просить вот таких чисто материальных вещей но этот псалом он куда более глубокий потому что он переводит при первом чтении это безопасность и защита от врагов на втором подводном уровне это мощнейшее подводное течение это абсолютно духовное желание абсолютно духовный поиск а тебе говорит мое сердце ищите лика моего как бы говорит свыше и я твоего лика ищу это совершенно духовный поиск поиск небесного неземного храм о котором говорится в стихе хочу жить в твоем храме и там ты меня откроешь от всех земных бедствий потому что я нашел духовное прибежище и оказался вне земных страданий это вот здесь это вот так и надо сказать что этот псалом вот этой мощнейшим подводным течением духовных поисков которые скрываются за поисками простой безопасности он очень важ потому что вот эта вот скала во второй части пятого стиха он укрыл в подсеге шатра своего на скалу переведено более точно убежище твердокаменное цур скала но вспомнить что этот цур нас зовет к муше и напоминает нам ту историю это очень важный такой подводный мотив в псалме и в этом смысле я то в общем просто хотел сказать что кроме материальных стремлений которые каждый верующий человек должен просить вот человек который об этом не просит он не прав я такой духовный мне вот там не нужно хлеба и зрелищ я вот только духовный ответ что нет это нехватка это нехватка веры человек должен понимать что эти материальные радости они не слыша даются не спосылаются но но ко всему этому здесь есть духовная вера в огромных количествах искать века всевышнего просто как главная цель вот это шалати это и есть цель это обозначение цели не ради того чтобы в день бедствия укрыл потому что если я этого достигну то автоматически в день детства я там окажусь и как это достигается последний стих КВ Эль Рашем надейся я напоминаю стандартный комментарий к слову КВ КВ надежда то КВ это нить это шнур на самом деле довольно толстый это толстый шнур и по этому поводу надежда это такой шнур протянутый от человека к всевышнему как бы здесь на хорошем таком иврите то чего в переводе пропадает к великому несчастью держись за канат который спущен тебя к небесам вот если вы хотите дословный перевод с тем что скрывается за корнем надеется еврейский надейся это вот такой вот канат причем мидраж который говорит когда ты не надеешься укрепи сердце свое и продолжай надеяться вот повтори БКВ и надейся на хащен это вот вот так все это устроит вот наверное это то чего я хотел рассказать про этот псалом и он один из действительно важнейших книг дхилим просто вот действительно читать его зигзагом как бы от середины к концу а потом от начала к середине чтобы настроиться и обретя уверенность во второй части читать от начала к середине либо будучи уверенным на национальном уровне уговорить себя что вы часть вот этого большого и дальше осталось уговорить только себя потому что как бы первая часть еще раз национальная вторая часть личная ну национальная в смысле не национальная я немножко пассионистки заговорил она общинная ну вот где-то вот это я хотел сказать может быть немножко сумбурно но он и псалом такой ну да ну вот так окей спасибо у нас сегодня дамы милые дамы есть вопросы вроде нет мы его читаем весь месяц так весь месяц целую и до церкви до семхат тара у нас мы же в Израиле у нас ну да до семхат у нас совпадает действительно у нас это один день а жалко вне страны Израиля два дня как бы удобно очень окей да ну хорошо больше вопросов нет будем обдумывать сказанное спасибо пока всем счастливого рэйм это как переводится рэйм да в зависимости от того где вы видите мэрэйм это те кто причиняют не зло здесь учтите что рэа это еще друг у него другой корень у слова ра которое зло вот у этого вот то корень у него рэйш айн айн вот такой квадратный корень то что называется а у слова рэа которое ближний да переводится там он близкий к слову родца хотеть желанный ближний то что переводится на русский ближний он желанный где-то вот такой оттенок имеет не буду сейчас объяснять как это получается но поверьте мне что это вот прямое лингвистическое значение по этому поводу есть рэа друг и возлюби ближнего как самого себя а есть мераим мераим это ефиль тот кто причиняет зло и корень там разбивать вообще-то если вам интересно какой корень быть ветхим разбивать там вот такой разные корни хотя слова похож спасибо окей ну хорошо мераим а вот хамас вот эти гады когда это это слово имеет это у них аббревиатура или что или что это у них нет они и слова не имеют ввиду хамас библейский заведомо обиралы хамас это на иврите классическом это обирать неважно каким способом воровать грабить обсчитывать не платить мошеннически ну 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 понятно вот это где-то вот такое слово вряд ли хамас имел ввиду это еврейское слово все-таки люди обычно себя не называют грабителями а называют как-нибудь робин гудами да как мы знаем нам это хамас знакомо было прошло но правильно это хамас да да это тот самый хамас то есть есть гэзель это вооруженное а есть хамас это невооруженное но в общем всякие гадости дело в том что хамас может быть даже то что по закону можно будет оформить что это твое да да ну гадости правильно окей и поэтому газлан он более честный человек что-то Рафширке объяснял насколько я помню что что человек выплачивает когда он крадет то есть газлан он возвращает только то что он газаль а тот кто хамас украл он возвращает в пять раз больше или что-то такое знаешь есть по этому поводу значит вообще газлан не боится ни людей ни бога ну да 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 Ганав не боится бога но боится людей да а хамас как бы боится и бога и людей поэтому пытается все не боится бога но боится людей только еще более он пытается знаете в Талуде есть роскошный пассаж новель без худра пододок с позволения Тора да да без худра да сто процент Да, вот есть такой вот термин. Так вот, Хамас, он укладывается, этот термин. Окей, ну хорошо. Чтобы сдохли и те Хамасы, и этот Хамас. Это будет самое лучшее. Амин, браммин. Окей. Всем счастливо. Пока. Срок до вот. Счастливо.